Библейский портал экзегет.ру представляет Поговорим сейчас о 18 главе Евангелия от Луки в рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру. В 18 главе Евангелист Лука приводит несколько разговоров, в общем продолжающих те темы, которые были начаты в 17 и даже отчасти в 16 главе. И вот начинается эта глава разговора с учениками, которым и Господь Иисус предлагает притчу. Сам Евангелист Лука, ну или может быть источник Луки, весьма вероятно, что притча это позаимствована из некоего письменного документа, который попал Евангелисту в руки, который он, как мы помним, целенаправленно собирал и анализировал. И вот здесь, видимо, в этом источнике притча заглавлена как притча о том, что должно всегда молиться и не унывать. В содержании же притчи мы видим, что Господь рассказывает о некоем городе, в котором был судья неправедный, чего, конечно, мы прямо никак не можем себе представить, как это бывает. И вот некая беззащитная вдова пришла к этому судье неправедному. Один раз, и другой, и третий, и пятый, ей все время говорят, приходите завтра, документы не готовы. А она все просит защитить ее. И вот Господь предлагает своим ученикам с изрядной иронией, на самом деле, по отношению к судье и с удивительным милосердием по отношению к этой вдове, предлагает им объяснение, что в конце концов по неотступности защитит ее, если она от нее не отстает, если она действительно тверда в своем намерении, в своей потребности. Удивительно, что Иисус явным образом предлагает этого малосимпатичного юриста как образ Отца Небесного. Ведь дальше мы видим в этой притче, Христос говорит, Бог ли не защитит избранных своих, выпиющих к нему день и ночь? Стало быть, вдова – это некая модель тех людей, которые приступают к Богу с неотступными просьбами. А вот получается, что этот судья, который в конце концов говорит, ну ладно, она так мне надоела, что я уже ее вынужден буду защитить. Вот это картина, в которой нам предлагается увидеть Бога. Ну, в общем, конечно, хорошо, что фарисея не слышали, потому что он бы напросился на оскорбление чувств верующих за такие слова, очевидно. И вот все-таки попробуем понять, что же он хочет своим ученикам о Боге открыть, что нужно, чтобы ученики и читатели увидели в этой притче. Во-первых, мы видим, что снова обсуждается тот же вопрос, что с разговором о царстве, которое внутрь вас. Почему Бог медлит защитить их? Почему Бог не вмешивается в драматическую судьбу своего народа, хотя он обещал это сделать? И вот сразу в этой притче неизбежно возникает вопрос, а так ли мы неотступно просим? Так ли мы действительно нуждаемся в том, чтобы Бог защитил нас хотя бы как-нибудь тем способом, каким он сочтет нужным? Ну, потому что очень часто мы гораздо лучше Бога знаем, каким образом ему следует причинить нам пользу. И это часто становится трагическим конфликтом в отношениях людей с Богом, потому что он делает так, как он считает нужным, а не так, как мы. И не важно, что прав в любом случае он, мы все равно на него обижаемся. Господь говорит своим ученикам, ну, конечно, Бог, даже если человек неправедный может поступить таким образом и сделать для того, кто нуждается в его помощи, что-то нужное. Вот тем более Бог откликнется, Бог защитит избранных своих, конечно, защитит. И как это часто бывает, Иисус предлагает вообще другое пространство для этого вопроса. Там достаточно ли Бог хорошо слышит и достаточно ли он небезразлично относится? Он говорит, да, защитить-то Бог защитит, но Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Найдутся ли те, кто сможет эту защиту принять, кто сможет откликнуться, кто действительно будет доверять Богу, пришедшему защитить своих людей от гибели? Вот в чем проблема. Кстати говоря, это отчасти соотносится с, в первую очередь, фарисейским дискурсом того времени, которые фарисеи, обсуждая вопрос о том, почему же Бог так долго не приходит, говорили, что, ну, в конечном итоге, а кого тут спасать? Слишком мало тех, кто достоин спасения. Основным мотивом фарисейской проповеди, основным мотивом того, почему они учили людей быть праведными, исполнять закон, было представление о том, что если некого будет спасать, так Мессия, Спаситель и не придет. Вот поэтому мы так ждем его долго, много веков, что да некого тут спасать. Когда число спасающихся достигнет некоторой определенной величины, думали фарисеи, вот тогда придет Бог и вмешается в нашу жизнь. К чести фарисеев надо сказать, что в большинстве случаев они считали этой критической величиной численности праведных две трети народа Божьего. Они вовсе не были такими уж ужасными людьми, которые соглашались только на спасение пяти тысяч своих единомышленников. Нет. Но, тем не менее, вот они полагали, что да, откладывание, отсрочка спасения определяется тем, что еще недостаточно тех, кого спасать. На что Иисус, видимо, вот в терминах этой дискуссии говорит о том, что, ну, в конечном итоге, а есть ли в самом деле эта вера? Можно ли вообще объяснить, найти причину того, как поступает Бог в том, что люди из себя представляют? И по рассказанной им притче ответ будет, конечно, отрицательный, потому что дальше мы увидим, что ни у кого почти не хватает веры для того, чтобы действительно принять Иисуса. Но, тем не менее, события дальнейшие происходят. Собственно говоря, еще один вывод из этой притчи заключается в том, что, в отличие от неверного судьи, Бог защищает не потому, что его замучили просьбами, а причина этого внутри Бога, в его сердце, в его милосердие. Ибо, как выражается Ветхий Завет, повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой. И дальше Христос предлагает, по-видимому, фарисеям, может быть, и книжникам, во всяком случае, людям, которые были уверены в том, что с ними-то все в порядке, они праведные, притчу, очень известную, одну из самых известных в Евангелии, притчу о мытаре и фарисеев, в которой Господь говорит о том, что люди приходят к Богу, но одни приходят, хвастаясь своими религиозными достижениями, как фарисей, который стоит, да, выпитив комок благодати в самых первых рядах и говорит, рассказывает Богу, какой он, фарисей, замечательный, что я выполняю и это, и это, и такие мелочи, и сякие мелочи, и другой человек, который стоит перед Богом в правде, и поэтому ему стыдно даже порог Дому Божьего переступить. Он где-то там у дверей кланяется, бьет себя в грудь и говорит, Господи, я недостоин, будь милостив мне грешному. И вот Иисус говорит о том, что вот этот, который просит прощения, который сознает себя недостойным, в конце концов пошел в дом свой оправданным более, чем тот. Знаете, часто люди, особенно профессиональные верующие, пытаются слова Иисуса истолковать в том плане, что фарисей тоже пошел оправданным, но менее, чем этот самый налоговый инспектор. Нет, конечно. Очевидным образом Христос говорит о том, что из этих двоих оправданным пошел в дом свой. Вот этот, который говорил, будь милостив, а не тот, который перечислял свои заслуги и достижения. И в контексте тех глав Евангелия от Луки, о которых мы сейчас с вами говорим, это действительно очень важная вещь. Что, собственно, строит взаимоотношения человека с Богом? То, что мы правильно исполнили, как нам кажется, какие-то его требования, или то, что мы в пространстве реальной жизни пытаемся вступить в диалог с самим Богом? Что нам нужно? Все исполнить и получить за это награду, или в конечном итоге встреча с самим Богом? Вот в чем разница между мытарем и фарисеем. И дальше, во второй половине 18 главы, еще раз, с еще новой стороны, евангелист Лука предлагает нам увидеть, что Господь говорит о законе, о пророках, о том, что такое путь к Богу. Евангелист рассказывает о некотором человеке, по-видимому, достаточно молодом и занимающем при том высокое положение, которое приходит к Иисусу с довольно понятным и обычным вопросом. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что нужно для того, чтобы войти в жизнь? На что Господь говорит ему, ну вот есть заповеди, есть заповеди, и перечисляет несколько из этих заповедей, вот исполняй, так поступай и будешь жить. На что этот человек отвечает Иисусу, что вообще говоря, ну я так всегда и делаю, и это еще не жизнь. Мы сделали то, что должны были сделать, и это еще не прыжок выше головы, как в предыдущей главе Иисус говорит своим ученикам. Это еще не жизнь, потому что Бог все равно остается в каком-то другом пространстве. Что еще не хватает мне? И тогда Иисус предлагает этому человеку выбрать Бога в качестве ценности номер один, в качестве самого главного. И обычно это приходится выражать через отказ от чего-то другого, что для тебя в данный момент является вместо Бога ценностью номер один. Вот для этого человека это были его деньги. Поэтому он говорит, ну раздай все, иди следуй за мной. Если ты действительно хочешь войти в жизнь, вот она здесь, я перед тобой, откажись от того, что ты считаешь ценностью номер один, и иди за мной. И вот это оказывается не по силам. Это вовсе, кстати, не означает, что то, от чего ты ради Христа отказываешься, непременно исчезнет из твоей жизни. Здесь все бывает очень по-разному, и замысел Бога о каждом человеке свой. Но обойти вот этот момент, когда ты говоришь себе и делаешь реальные поступки с этим связанные, что все-таки важнее, говоришь Богу, что ты для меня самое главное, вот обойти этот момент совершенно невозможно. На самом деле очень важно тоже, что на месте Иисуса большинство пропагандистов и проповедников, конечно, обличили бы этого парня за его сребролюбие. Но евангелист говорит нам о том, что Иисус опечалился. Опечалился. Для него, как однажды он говорит в притче, радость на небе о одном грешнике, кающемся, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот он говорит о том, что Иисус печалится, когда оказывается, что какие-то вещи маловажные и временные мешают человеку действительно услышать Бога и откликнуться на его призыв. И вот он говорит эти удивительные слова. Удобнее верблюду пройти через игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Ну вот, все-таки, понимаете, большинство из нас не такие богатые, чтобы вдумываться в эту часть фразы. Да, но для большинства из нас, мне кажется, важно увидеть, что Иисус не остается равнодушным в этой ситуации, что он огорчается и видит, как по-настоящему трудно. Потому что верблюду через игольные уши протиснуться нереально сложно. Нереально сложно. И ученики так его понимают. Говорят, ну, тогда получается, что вообще никому нельзя спастись. И самые прекрасные во всей этой истории слова, которые говорит Иисус, исполнены удивительной надеждой. Говорят, невозможно. Да, человеку невозможно. Но Богу возможно. Богу возможно. И даже когда какие-то неподъемные тяготы и соблазны, и что-то еще удерживает тебя от того, чтобы жизнь твоя стала жизнью, в этой борьбе Бог на твоей стороне. Вот о чем, собственно, говорит Иисус в этот момент своим ученикам. И это, конечно, совершенно потрясающая радость. И снова продолжая разговор о том, что мы выбираем, и наоборот, что мы отвергаем, разговор о том, сын человеческий придя, найдет ли веру на земле, Иисус, отозвав 12, говорит своим ученикам, о том, что меня убьют, меня убьют. Он говорит о том, что никто не хочет принять, никто не в состоянии принять, по каким-то причинам, неважно. Но люди отвергают сына человеческого. И Иисус на это соглашается. Поэтому он говорит о том, что так будет, так будет. Позже мы увидим, как он говорит Петру, что мог бы, наверное, какими-то насильственными мерами победить всю эту чудовищную ситуацию. Но он на это соглашается. Это шокирующая вещь для учеников. Настолько, что они вообще не понимают, о чем он говорит. И им кажется, что это какая-то аллегория. Но реально Иисус свидетельствует им о том, что не будет победы. Видимой победы и триумфального шествия по Палестине и даже до края земли не будет. А на видимом уровне будет поражение. Будет смерть, которую Иисус примет. И в третий день он воскреснет. Это не должно быть открыто. Необходимо, чтобы ученики понимали это. Поэтому Господь не раз будет еще об этом говорить. И все-таки это остается неразрешимой проблемой. Им слишком это оказывается трудно. Субтитры создавал DimaTorzok